Всем привет! Меня зовут Фанья Сахарова и сегодня я хочу поговорить на тему эффективности. Как сделать свою живопись эффективной? В предыдущих видео мы уже эту тему затрагивали, эта тема проектора. Главная, еще раз повторю, главная мысль, которую я хотела донести, то, что проектор помогает увеличить эффективность. Давайте сейчас не будем рассуждать тему, хорошо это, плохо, что нужно искать рисунок самому, кто-то говорит, что это убийство живописи. Давайте на это смотреть не будем, потому что никто не заставляет пользоваться бесконечно проектором. Хочется поискать рисунок, хочется попробовать. Рисуем так. Если нет выбора, если нужно срочно сдавать заказ, если заказали ну такую очень сложную работу, а вы боитесь делать ее плохо, ну возьмите проектор, потому что вы и сил меньше затратите, и времени, и результат хотя бы по рисунку точно будет верным, или по крайней мере будете себе все время помогать. Набрали рисунок собственными силами, потом подставили проектор и посмотрели, ага, здесь у меня нога сдвинута, а здесь лицо слишком широкое по сравнению с оригиналом. Ну вот такие вот вещи. Так что главная мысль, которую я хотела проговорить, то, что проектор нам помогает быть эффективными. И вот на эту тему, что еще помогает, что еще поможет нам быть эффективными, успешными, я хочу проговорить. Я вот тут записала себе мысли, и прежде чем обратиться к своему блокнотику, я хочу проговорить. Я уже 4 года наблюдаю за художниками постоянно, наблюдаю за учениками, вижу и тех, и других, у кого какие мысли, отношения к живописи. И поэтому сегодняшнее видео, оно даже, я буду рассказывать не как художник, а как менеджер. Самая главная мысль, самая главная мотивация для вас, для начинающих. Я, конечно, в первую очередь обращена для начинающих, потому что, ну, знающим художникам незачем смотреть мои видеоуроки. Хотя почему-то такие встречаются, не знаю почему, но может что-то они для себя тоже находят. Самая главная мысль, это то, что и начинающий художник, и художник уже успешный, когда они приходят в интернет, они находятся практически на одном уровне. Это абсолютная правда. Я сейчас не преувеличиваю, потому что я знаю, я занимаюсь делами художников. И ещё раз повторяюсь, я это видео буду рассказывать больше не как художник, а как менеджер. Поэтому я знаю, о чём я говорю. Разница только в том, что у успешного художника, допустим, есть картины, есть запас каких-то там выставок, он где-то выставлялся, но он не был в интернете, не был представлен. И представляете, и начинающий, и уже состоявшийся находятся на одной линии. И так часто бывает, что начинающий художник себе может больше позволить в интернете больше действий, чем состоявшийся. Потому что состоявшийся художник, у него есть определённые знания, определённые умения, определённая философия, что многое ему не позволяет многое сделать. Ну, например, профессиональный художник очень редко начнёт делиться своими какими-то знаниями. Потому что, ну как это, я это знаю, я это добывал, мне это по секрету сказали, и что я буду со всеми этим делиться? Нет. А начинающий, наоборот, он делится чаще. Первое, мы уже затронули, это проектор. Вы помогаете себе проектором, вы помогаете себе обязательно фотоматериалом. Не обязательно писать с этого фотоматериала, но, допустим, вы хотите написать какой-нибудь портрет. Портрет в интерьере, там девушка, допустим, сидит за столиком, то ли книжку читает, то ли вышивает. И расставьте, допустим, вот все, стол, все эти вещи, девушку оденьте как надо, и пофотографируйте её с разных ракурсов. И так, и так, и так. Просмотрите все эти фотографии и выберите, что вот, вот этот ракурс, вот эта композиция, она безупречная. Потому что у вас будет время подумать. Вы подумали, посмотрели, что это верно. И потом, если вам так сильно хочется писать с натурой, я тоже за то, чтобы художник работал с натурой, потому что это огромное удовольствие, и отказывать себе в этом не нужно. Но вы должны помогать себе фотоматериалом. Обязательно. Обязательно должны. И, ну, в принципе, как пользоваться фотоматериалом, вы знаете. Пойдём дальше. Это тема фоторедакторов. Фотошопов, фоторедакторов. Как, допустим, картинку, фотографию вашу перевести на язык живописи. Есть такой пример. Вы все знаете такие мастихиновые портреты, густой краской, они такие лепкие. Вот, допустим, вы очень сильно любите мастихин, вы очень сильно любите эту густую краску. И хотите написать портрет своей подруги и себя в этом стиле. Ну, вы, конечно, как бы поймёте, общую картину вы поймёте. Но там же часто бывают все эти рефлексы, все эти какие-то интересные решения. Но как их понять? Понять очень сложно, особенно начинающему. Возьмите фотографию, с которой вы хотите писать. Переведите на язык этой живописи, вот этих мастихиновых, допустим, портретов. И посмотрите, что получилось. Сейчас фоторедакторы дошли до такой степени качества, что вы получаете просто готовую картину. Только остаётся перерисовать. Найдите эти фоторедакторы. Их сейчас много, от элементарных до очень сложных. И поэтому, и попробуйте так пописать. Уверяю, что через некоторое время, если вы пользовались фоторедактором, даже если вы не писали какие-то там мастихиновые портреты, если вам это неинтересно, вам интересен просто пейзаж, просто фигура и так далее. Но можно переводить любую картинку на любую тему. Через некоторое время он вам не понадобится, потому что вы уже сами будете знать. Вы уже сами, как фоторедактор, в своей голове уже начнёте переводить эти картинки. Так что так, попробуйте ими попользоваться. Я думаю, что-то интересное вы найдёте. Если не найдёте для себя, то, пожалуйста, пишите, как раньше, если у вас и так прекрасно получается. А если вы хотите попробовать что-то новое, то, пожалуйста, пользуйтесь фоторедакторами и так далее. Тоже на тему эффективности и того, как, где искать эти знания, где их подсматривать. Самое главное, у кого нужно подсматривать, это у художников. Подсматривайте у художников композиции, подсматривайте освещение, наряды, даже природу. Что отобрал для себя этот художник? Так что ищите аналогии у художников. У кого ещё учиться, если не у них, если не у этих потрясающих художников, которыми мы восхищаемся. Если он выбрал это платье, если он выбрал это освещение, если он выбрал этот пейзаж, он же не просто так его выбрал. Шёл-шёл, и не успев подумать, решил, всё, мы рисуем тут. Нет, он тысячу раз ходил вокруг этого места, смотрел его с разных ракурсов в разное время. И самое лучшее он выбрал. И вы должны выбрать за ним то же самое лучшее. Так что аналогии ищите у художников. В любой теме, и в портрете, и просто маленькая фигурка, допустим, у вас в пейзаже, или просто пейзаж. Так что учитесь у них. Смотрите, подглядывайте. Всё самое умное, всё самое лучшее это у профессиональных художников. Ещё один момент, с которым даже мы столкнулись, это то, что вам нужен, всем нужен, всем художникам, всем художникам нужен натюрмортный фонд и атрибутика. Если вы хотите создавать свои картины, свои авторские картины, то вам обязательно нужно иметь правильные вазы, даже правильные скатерти, даже правильные платья. Всё это нужно закупить. Нельзя посадить девочку, допустим, хотите написать портрет, нельзя её начать писать в каком-нибудь типичном платье со стразами, блёстками, с какой-то надписью. Но это не живопись. Так художники не поступают. Художники берут нежное платье с какими-нибудь, допустим, красивыми рукавами, с какой-нибудь вышивкой какой-нибудь нежной. Тоже, где это подсмотреть? Какие платья должны быть? Подсматриваем у художников. Так что всё это должно быть. Если вы хотите писать красивые букеты, то мы сами, я сама знаю, мы постоянно ходим по цветочным магазинам, и цветы очень сложно, во-первых, найти, потому что как собирает букет флорист, так художник никогда не соберёт. Как собрать этот букет? Вы должны подсмотреть у художника. Ну так вот, насчёт атрибутов и так далее. Вазы, которые в основном продаются, тоже есть в цветочных магазинах, например, они неживописные, совсем неживописные. Поэтому ищите какие-нибудь изящные, красивые вещи. Если вы покупаете, допустим, вазу, то покупайте её с оглядкой. А подходит ли она для живописи или нет? Если покупаете для себя платье или рубашку, с оглядкой тоже. А в нём можно позировать или нет? А можно или нет, тоже вот опять ухожу к той мысли, что аналогии ищем у художников. Самое главное тоже из... Это уже такой более понятный совет в техническом смысле. У вас должен быть запас материалов хотя бы на 5-6 работ. Запас холстов, запас красок, тряпочек у вас должен обязательно быть, чтобы ни в коем случае у вас не было того, что за одним тюбиком, вот закончился у вас какой-то тюбик, и вы покупаете не пачку, не 6 тюбиков, а один тюбик, чтобы снова побежать за ним через 3 дня, чтобы не было такого, что вы за одной красочкой бегаете полдня по всему городу, чтобы ни в коем случае такого не было. Тут вообще ни о какой эффективности не идёт речь. У вас должен быть запас. Хотя бы на несколько работ вперёд, хотя бы на 3 работы, чтобы запас красок, запас холстов у вас был. Чтобы не было такого, чтобы каждую неделю вы куда-то бегали, искали эту краску в этом магазине, её нет, вы побежали в другой и так убили на это весь день. Нет. Вот о таком даже и речи не должно быть. Запас материалов у вас должен быть на несколько работ вперёд. Это очень важно. Иначе, если вот эта вся беготня, она вас просто собьёт с толку, и ни о какой эффективности не может идти и речи. Вот это очень важно. Ещё одна очень интересная мысль. Сначала немножко попроще, потом посложнее. Но на самом деле очень интересная мысль, и не нужно их бояться. Первое, это то, что если вы дошли до какого-то уровня, вы пишете, в принципе, хорошо пишете, но на каком-то уровне вы застреваете. Ну, не можете дальше идти и всё. Ну, потому что вам ещё не хватает пока умений. Потому что эти умения, этот вкус, этот навык потихонечку вырабатывается. Ну, вот вы, допустим, написали картину и застряли на каком-то моменте, или не знаете, правильная она у меня написана или нет, может, что-то нужно добавить. Не бойтесь обращаться к художникам, у которых уже есть вкус, у которых уже есть знания, которые, в принципе, могут с вами поделиться. Есть художники, которые ни в коем случае этого не будут делать, потому что они такие скрытные, как-то я свои знания буду кому-то рассказывать. А есть художники, которые, в принципе, делятся, и нужно их найти, и нужно к ним обращаться. И даже вместе, допустим, дописывать. А вторая мысль, она немного сложнее. Я не знаю, как вы к ней отнесётесь, но это очень классная мысль. Если у вас есть идея, а вы не знаете, как её создать, как её написать, но идея потрясающая, вы, допустим, придумали композицию, придумали идею, придумали, допустим, взаимоотношения этих героев на картине, но вы не можете это написать, вам сил не хватает, тоже обратитесь к художнику и вместе с ним его напишите. Идея, она ваша, авторство ваше, потому что художник без идеи – это не художник. Начните с самого сложного. Если у вас есть... Вы художник, если у вас идея, но вы не умеете писать, а тот, кто умеет писать, но у него нет идей, он только копирует, не собирается, в принципе, ничего создавать, то это не художник. Он умеет рисовать, он умеет писать, Но художник – это же главное не то, как ты пишешь. Это состояние души, ума, взглядов на мир и так далее. Так что если у вас есть идеи, но вы не знаете, как их реализовать, то придите за помощью тоже. Потому что даже если, допустим, 50 на 50 у вас будет работа в этой картине, авторство – оно ваше. Вы – художник этой картины, потому что вы её придумали. И сделайте так, чтобы каждая ваша картина стала событием. Пускай у вас будет их мало, но пускай каждая картина станет событием. Завлекайте людей в вашу живопись. Делитесь своими фотографиями, делитесь своими мыслями, потому что жизнь художника для тех, кто не умеет писать, на самом деле очень интересна. Даже если вы начинающий, это тоже интересно. Людям интересно будет наблюдать за вашим развитием, как вы развиваетесь, как меняетесь вы, и меняется ваша живопись. Так что пускай ваша картина, сделайте так, чтобы каждая ваша картина стала событием. Сложно немножко. Как это сделать, чтобы каждая картина была событием? Вы должны понять сами. Есть, конечно, какой-то план, но в основном вы должны это понять сами. В чем ваши сильные стороны? Давайте немножко соберем мысли. Итак, не боимся использовать фоторедакторы, фотоматериалы и проекторы и так далее. Они не убивают нашу живопись, они помогают. Помогают. Какая-то сложная тема, не знаете, как справиться или боитесь не справиться? Помогите себе. В следующий раз, допустим, он вам не понадобится, вы напишите все сами. Но не бойтесь использовать все эти вещи. Ни в коем случае. Второе. Все аналогии, все подсказки подсматриваем у художников. Потому что не зря они это выбрали, не зря это они написали. Нужно их видеть и доверять им. Третье. Не забываем то, что нужно использовать, то, что нам нужны правильные материалы. Третье. Тратимся не только на материалы с запасом. Материалы с запасом обязательно. Не бегайте за одной краской весь день. Но и тратимся на натюрмортный фунт. На ткани, на вазы, на правильные платья обязательно тратимся. Ну, хотите создать качественную картину? Надо купить хорошенькое платье или хорошенький зонтик. Что сделаешь? Ну, вот часто так бывает. Мы ходим по какому-нибудь торговому центру с Игорем и мы видим просто, ну, потрясающий зонт, потрясающий зонт. Там такая ручка, там такие рюшечки. И мы понимаем, что нам срочно нужен этот зонт, потому что этот зонт мы больше не найдем. Мы можем его больше и не найти. Хоть он там стоит приличную сумму, а как-то мы не планировались тратиться. Ну, а что сделаешь? Такой зонт мы больше не найдем. А какой он прелестный и какие будут прехорошенькие с ним картины. Так что надо. Просто у вас уже должен быть пункт в голове, должна быть такая особенность, что я не боюсь тратиться на живопись. Так, потом мы не боимся тоже идти к художникам за помощью. Платим за это денежку, потому что это тоже его время, это его труд, это его труд, и создаем с ними картины. Либо идете за помощью дописать, либо создаете с ним картину. Но авторство, оно ваше. Ну, и самое-самое главное, без чего не имеет смысла вообще все, о чем я говорила, и в принципе вся живопись, все не имеет смысла без любви. Вся ваша живопись, все ваши картины, они должны быть написаны с любовью, потому что любовь это самое эффективное, самое плодотворное действие. Картина даже слабенькая, но если она написана с любовью, ее купят, а не ту, что сделана профессионалом, но сделанная без любви. Потому что чаще профессионалы, они уже к живописи относятся как просто к работе, а начинающие художники, они с трепетом относятся к живописи. И даже если работа слабенькая, но она написана с любовью, то это успех. Любите живопись, любите картины, немножко подумайте над тем, что я вам сказала, ну и конечно же используйте все эти приемы, они вам очень помогут на самом деле. Ладно, я со всеми прощаюсь, до новых встреч, до новых видеоуроков. до новых встреч, Продолжение следует...